В этой машине маленького пассажира перевозят правильно. Как признаются родители, в выборе детского удерживающего устройства им помог интернет. Выбирая, семья надеялась на то, что автокресло прослужит не один год. Мы выбирали, чтобы можно было с рождения, чтобы ребенка и маленького, и потом уже впоследствии побольше, чтобы не было автолюльки. В принципе, с самого рождения он спокойно лежал. Ну, сейчас с удовольствием садится. Сегодня сотрудники ГИБДД проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки детей. По словам автоинспекторов, за час выписали около десятка штрафов. Но все за непристегнутый ремень. За нарушение правил перевозки маленьких пассажиров – ни одного. Однако в новогодние каникулы такое случалось довольно часто. В рамках рейдовых мероприятий сотрудниками ГИБДД, к сожалению, в течение получаса выявлялись до восьми нарушений правил дорожного движения в части перевозки детей. Зачастую, говорят в ГИБДД, родители попросту не знали, что их удерживающее устройство не соответствует возрасту или весу ребенка. Как сделать правильный выбор, рассказывает инспектор Наталья Холкина. Она уверяет, детей до 18 килограммов лучше перевозить в устройствах, в которых маленький пассажир сидит лицом по направлению движения автомобиля. Если же ребенок в возрасте от 0 до 18 килограмм будет перевозиться в обратном направлении, то родители рискуют тем, что у ребенка может быть смещение шейных отделов позвоночника в момент торможения либо столкновения транспортного средства. Сотрудники ГИБДД еще раз обращают внимание. Многофункциональные кресла обеспечат малышу большую безопасность, нежели бустеры. В них перевозить детей советуют только с 7 лет. И при условии, что весит пассажир не менее 22 килограммов. После выбора подходящего устройства обязательно нужно изучить инструкцию и правильно установить его в автомобиль. Конечно, не забыть пристегнуть ремень. Только тогда маленький пассажир будет в безопасности.